здравствуйте меня зовут федор васильев встречаю вас в двадцать четвертом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и мы с вами закончили шорткоды все шорткоды который предоставляет данный замечательный шаблон актив об и сейчас я нахожусь на демо и кликаю по меню кликаем так называемые дополнения или аддоны теперь мы будем с вами ближайшие несколько уроков разбирать все аддоны которые предоставляют данный шаблон то есть вы заходите сюда и кликаем по круговой прогресс бар эта штука очень часто используется на лендингах может пригодиться вам то есть это анимирована такая вещь то есть здесь можно управлять цветом размером загрузкой вот этой вот насколько процентов можно нужно вам чтобы загружалась здесь по сути ничего сложного нет я зашел с хрома если я кликаю показать оригинал вот видите вот эти три диаграммы по сути вот ниже вы можете копировать код и его потом можно будет видоизменять там под себя или например вот одиночный да также можно взять вот его код очень вот такие варианты давайте пока попробуем вставить один вот этот вот а потом чуть посложнее ставим сразу три и разберем его настройки значит вы заходите также на такой демо сайт и копируйте вот этот целиком код под одиночный вот этим вот баром вот сейчас вы видите да я размещал у себя данный бар заходим в админку я открыл html модуль захожу захожу в исходный код здесь верхний код у меня это вот эти вот три прогресс бара три штуки позже разберем давайте сначала разберем этот малый и давайте посмотрим какой код здесь мы можем редактировать первое значит дата старт дата энд дата speed и дата бордер посмотрите давайте пока оставим как есть обновляю страницу вот у нас ведь вот это пробежала одна одиночка смотрите процент у нас 33 а здесь стоит 38 это зависит вот от этого от этих данных если мы здесь ставим 0 то у нас точно покажет здесь 38 видно да то есть если нужно то есть любое значение например 90 обновляю страницу пожалуйста у нас бежит анимация на 90 также давайте дата спит смотрите нужно чтобы медленно ползла ставим сразу 80 то есть вот эта анимация вот это вот полоска до загрузки как бы также бордер например толщину например 30 окей сохранить обновляю страницу вот у нас такая жирнейшая просто рамочка получается и медленно медленно идет анимация давайте 30 уберем это много оставим попробуем 20 вот так уже лучше видите все довольно просто это можно будет стоять в любую статью в любой ваш модуль осталось 1 наверное еще одно самый важный момент как менять цвет смотрите проще будет сделать так у нас есть пример из трех баров и один из них оранжевый соответственно здесь есть свет прописан в коде а значит мы его сможем легко сменить на свой смотрите как в коде он выглядит я сейчас удалю все лишнее и оставлю кусочек кода только вот этого бара который посередине смотрите как понять чтобы мы не удалили ничего лишнего вот смотрите наш код последний вот это одиночный он начинается с див открыть открытие скобки див и заканчивается видите див значит это я удаляю здесь у нас тоже имеется три бара значит у нас есть таких 3 дива смотрите вот это первый мы его удаляем и вот это уже начинается наш оранжевый здесь у нас побольше строчек видите тут добавлен style color сейчас мы поиграем со цветами и он заканчивается вот пожалуйста видите див то есть его код вот и тут тоже сразу винди в класс начинается и заканчивается див этом язык удаляем вот по идее у нас с вами остался тот только оранжевый тот прогресс бар давайте убедимся в этом сохранимся вот вы видите да он у нас тут один одинешний давайте теперь попробуем поменять ему цвет я в яндексе набрал слова цвет и здесь выдачи есть такой высота сайт не знаю как правильно произнести очень переходим сюда чтобы просто поиграться с цветом и можно кликнуть вот здесь внизу rgb под этим цифрам вылезет такая палитра здесь значит мы выбираем нужный нам оттенок а вот это у нас где решетка есть код оттенка давайте попробуем нам заменить смотрите какие у нас тут есть по цвету у нас не один вот раз бордер топ колор вот два все одним цветом видите и еще какой-то эффект 3 вот давайте сделаем все разным цветом чтобы понять где какой у нас цвет значит здесь я ставлю такой давайте окей сохранить и посмотрим на смотрите мы видим фиолетовую настали цифры теперь я беру какой-нибудь вот такой опять иду в html и меняю уже здесь окей обновляюсь мы видим полоска загрузки у нас стала стала таким зеленоватым ну и давайте сделаем синим еще у нас есть один тут цвет бордер ботом окей обновляемся и и мы видим что у нас синим стало просто наш бар да и он заполняется зеленой полоской так что нам делать например если нам нужен дубликат но нам нужно несколько до их сделать вы просто его копируете и сразу же после этого мы вставляем тот же код ну и потом вы измените там цифры вы уже умеете это делал до цвет и так далее давайте посмотрим вот вы сейчас видите у меня два бара но у вас скорее всего так не получится вот так не получится вот давайте возьмем исходник с сайта разработчика вот у нас тут три бара я копирую код и просто ниже вот так разделю их чтобы не запутаться вам вот так ставлю код смотрите я вставил как есть и у нас сейчас эти круги они будут идти вниз друг за другом вот вы сейчас видите мы с вами уже проходили колонки сейчас я вам покажу отличие кода смотрите как начинается див класс и вы помните мы проходили колонка 12 вот здесь просто идет класс видите центр то есть идут они по центру то есть нам достаточно просто класс вот брать между кавычек на атов я заменил осмотрите и у нас ж тут три их до 3 бар я заменил только у одного давайте посмотрим что это даст то есть вот у первого будет изменение или нет да видите он сместился и соответственно ищем класс у нас 2 он здесь так и у 3 вот так и тогда они у нас будут в одну линию вот но вот эти вот и колонки да если чем их больше ставим тем меньше выглядят объекта если вы не заметили наши вот эти бар они уменьшились размере и остался еще один последний момент давайте я здесь все это удалю как сделать например размер чтобы он был вот такой большой то есть мы берем тот же код вставляем сюда ok сохранить размер можно увеличить через ксс также на демо можно взять подготовленный код вот вы видите да код там есть небольшая проблемка с размером то есть когда же высота 200 у нас почему-то обрезается то есть в коде где-то в самом шаблоне прописано высота 150 то есть она не позволяет сделать больше 150 я вам все равно покажу чтобы вы знали как через ксс это вставлять а потом покажу как легко сделать любую вообще ширину и высоту данного бара другим немножко способом значит вы здесь сохранили выходим и также идем в наш шаблон идем пользовательский кода так у меня вот он уже стоит покажу сейчас наглядно вот так вот в конце вставляете код соответственно если вы здесь играетесь размерами по сути бар наш будет увеличиваться вот эта ширина высота фон сайс тоже вот цвет то есть это как вставлять через ксс здесь сохраняем вот видите у меня он обрезается в какой бы модульной позиции ли в статье не вставлять он вот так обрезается и я пошел простым путем здесь вы удаляете переходим сразу менеджер модулей заходите в свой бар точнее в свой модуль где у вас установлен код бара до заходим в html это хозяйство вы удаляете и смотрите давайте возьмем вот этот вот оранжевый бар и его код и на его коде попробуем сделать размер больше значит его строчка она вторая то есть вот его код именно этого оранжевого бара вставляем здесь мы с вами уже прошли практически здесь все в ходе да как менять цвет и так далее и мы просто сейчас допишем высоту и ширину какую нам нужно и вот где заканчивается последний color вот здесь вот после точки запятой отступ и вставляем вот так как у меня видите ширину 200 пикселей . запятой высота 200 пикселей . запятой и сразу вам продемонстрирую даже 300 например 300 на 300 нажимаем ok и сохранить обновляем страницу видите он достаточно большой и вот его можно таким образом сделать неограниченным размером то есть если нужно огромный можно еще больше там поставить например 400 400 здесь 400 тут или 500 то есть какие вам размеры нужны и соответственно толщину вот этой вот самого бара вы умеете играть им вот и последний момент который я здесь вам не показал непосредственно в данном коде и если мы посмотрим дома здесь у нас имеется знак процента и здесь тоже если вам нужно в этом же баре который мы сейчас конкретно этот оранжевый рассматриваем а тоже сделать процент сбоку то это последняя строчка вот это вот у нас она этот знак процента отключен вот этим словом фалс здесь нужно его удалить и вместо него написать true вот таким вот образом нажимаем ок сохранить обновляем и смотрим что появится сбоку проценты или нет вот вы видите у нас проценты появились так что пользуйтесь используйте по назначению а я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем